Немного не мало 2,5 триллиона рублей за три года планирует получить государство за счет новых налоговых правил, которые вступают в силу с 1 января. Издание «Известия» изучило проект бюджета, подготовленный для Госдумы. Больше всего денег должны принести нефтяники. Для них отменяют льготы и усиливают налоговую нагрузку. Также запланирован рост ставок на вывод капитала за рубеж, а налог на депозиты и НДФЛ для состоятельных граждан принесут еще около триллиона. Не оставят в стороне и простых граждан. С нового года вырастут акцизы на табачную продукцию. Первое чтение законопроекта пройдет 28 октября. Опора экономики нашего региона, среди прочего, красная рыба. В этом году путина выдалась неудачной и не только для Хабаровского края. Все рыбные регионы Дальнего Востока сравнивают цифры и ностальгируют по рекордному 2018 году. Вот данные Росрыболовства. На Сахалине, где китовая путина еще продолжается у южных курил, добыли чуть больше 60 тысяч тонн красной рыбы. Это почти в половину меньше показателей 2018 года. Приморский край положил в общую рыбную копилку всего около тысячи тонн. Хабаровский край тоже меньше обычного – 35 тысяч тонн. А общий объем вылова всех предприятий Дальнего Востока составил 298 тысяч тонн лососевых. И это всего 44% от рекордного уровня. На большей части Дальневосточного округа путина уже завершена. Предпринимательство на мужское и женское поделили в Министерстве инвестиционного развития Хабаровского края. И предложили дамам поучаствовать в семинаре, который так и называется – «Женское предпринимательство». По данным Минэкономразвития России, треть коммерческих фирм в нашей стране возглавляет так называемый «слабый пол». Но есть своя специфика. Всего 14% женщин-предпринимателей заняты в производстве. И подавляющее большинство создают бизнес в сфере услуг и торговли. Участницам Хабаровского семинара расскажут, как правильно ставить цели, что такое дизайн мышления и как использовать творческий подход в работе компании. Образовательная программа рассчитана на начинающих и уже опытных бизнес-леди. А в конце ноября проведут отдельный семинар «Мама-предприниматель». Экономика всюду. Следим, а главное – участвуем.